Хей, привет! Меня зовут Кристина Каспий и это рубрика «Реакция на фан-арт». Аудитория довольно часто рисует меня и моего рыжего маскота канала. Я решила показать вам творчество своих подписчиков и заодно реагировать на эту красоту. Ведь рисунков прислали, как обычно, очень много. Давайте же заценим и посмотрим, кто как меня нарисовал в этот раз. Врубаем первый рисунок и... Либо это просто обмазка, либо автор гений. Как уже сказала ранее, я нахожусь в сомнениях. Мой портрет нарисовали чертовски красиво, но... Но не покидает странное чувство подвоха обмазки. Надо бы у автора затребовать спидпейнт. Это Кристен Стюарт, я вам отвечаю, это Белла из «Сумерек» один в один. Ну, ассоциации, возможно, такие, потому что у нас с ней иногда временами бывает вот похожий взгляд. Ну, вот такой. Вот такой вот. Там выглядывает в уголке малыш Грогу. Я чуть его не пропустила. Похожий портрет на предыдущий арт, но тут я возьму на себя смелость устроить день правок. День правок. Открываю фотошопчик. Дорисовывать от себя ничего не буду ни в коем случае. Только чуточку поколдую, ликвифаем, чтобы откорректировать пропорции. Плюс покручу вот цветокоррекцию понасыщеннее и готово. Также намного лучше. Сравните результат до-после. Мне не сложно. Чтобы стало ясно, я заблюрила все причинные места. Там откровенщина на откровенщине. Зачем? Почему? Для чего? Спасибо. Она словно прямо в душу смотрит. Я кошечка и я готова тусить. Ну или косплеить Наруто. Если нужна критика, то я скажу, что это немножко грязновато. А если по правде, то она очень похожа на меня. Особенно бровями. Мои брежневские брови довольно сложно повторить. Я их не крашу, но при этом они все равно безумно черные и большие. А это супер бомбезный автор. Человек нарисовал кучу просто моих оригинальных персонажей в одном рисунке, в одной композиции. Сейчас все объясню. Вот это вот я, а затем идет трехглазый кот, потом человек космос и даже мой супер старый-старый персонаж Ника из детства. И это все автор замиксовал в своем стиле, да еще и в крутой идее. Прям готовая картинка. Тут только похлопать. Потрясающе. Но это еще не все. Этот автор нарисовал мне аж две работы. На второй иллюстрации уже только я с трехглазым котом и еще какой-то летающий пингвин. Я не знаю, кто это. Без понятия. В стиле фантазия во. Мне чуть-чуть неловко от того, что у кого-то на рабочем столе красуется вырезанная фигурка моего персонажа в чулочках. Но если с другой стороны посмотреть, это мило. Обратите просто свой взгляд на этот полноценный шедевр. Художник взял образ с моих фотографий в корсете и изобразил меня эльфикой в какой-нибудь сказочной таверне. Крутая полноценная иллюстрация. Бомба. Восторг. Так просто и одновременно так мило нарисовали меня с планшетом и стилусом, что правда жизни. Я всегда по дому хожу с какой-нибудь техникой для рисования. Например, расскажу о необычном девайсе, который попал ко мне в руки. Это Sense Labs Pen Tablet Medium. После распаковки я слегка обалдела, потому что начинка оказалась богатой на аксессуары для рисования и работы. В комплекте можно найти сам планшет, на котором предстоит рисование, фирменную перчатку на руку, шнуры подключения, но они не обязательны, так как можно подключиться в беспроводном режиме с помощью USB ресивера. Стилусы. Да, их две штуки и они разные по дизайну. Хранятся в специальном финале с набором дополнительных наконечников для рисования. Стилусы поддерживают 8192 уровня нажатия и имеют несколько горячих клавиш. Кстати, насчет горячих клавиш. Самое необычное в комплекте – это пульт управления. В процессе рисования с помощью него можно переключаться между 40 программируемыми сочетаниями клавиш для быстрой работы. Крутая вещь, очень приятно держать в руке, качество сборки и дизайн на пятерочку. Короче, данный гаджет подойдет как новичкам в рисовании, так и профи. И все это добро успешно складывается в фирменный чехол, который тоже идет в комплекте. Ссылку на планшеты Essence Labs вы найдете в описании под этим видео. А теперь вернемся к фан-артам. Чуть-чуть отвлеклись, как обычно. Что у нас там дальше? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какая я хорошенькая получилась в исполнении этого автора. Такая девочка-художница со стилусом и длина волос, о которой я безумно долго мечтаю и не могу отрастить уже несколько лет. Кристина – пират! Я еще, оказывается, сейчас сижу так удачно в тематической вот этой вот матроске. Это необычная идея, меня никогда ранее не изображали в образе пирата. А еще необычнее вот это непонятное нечто, витающее в пространстве. Вот то это, с какого угла на нее надо смотреть? Так, или может быть вот так, или может так. Туночек на бумаге. Кот превратился в улитку без задних лапок. И, наверное, мне нравятся вот эти объемные блестящие пухлые губы, которых нет в жизни. Я смотрю и завидую. Долго не могла понять. Это же Фурии. Но кого нарисовали? На моего персонажа вроде бы не похоже. А потом до меня дошло, что это сделан фан-арт по моей фотографии настоящей из Макдональдса. Художник сбросил еще доп. материал из своих красочек, что это все нарисовано вживую. Красота, красота. Надо же. Мне комментировать даже ничего нечего. Это просто красивая иллюстрация. Красивый портрет. Мне нравится. Исполнителя этого фан-арта я уже наизусть знаю. Хвастаюсь, что автор мне частенько рисует шикарные вот такие рисунки. В данном случае это гендер-бендер. Я изображена в виде такого сексуального парня. А человек-космос, то есть мой молодой человек, изображен в виде девушки. И у этой прекрасной иллюстрации есть продолжение в виде одностраничного комикса. Я так своих персонажей не прописываю и не развиваю, как это делает аудитория. Вы шо обалдели такую красоту творить? Целый комикс. Подпись. Крестюшка по утрам. Ну тут вы чуть-чуть прибедняетесь. Синяки под глазами и вот эти вечные слюни, они у меня ежедневно в течение всего дня, а не только утром. В этом выпуске неожиданно получилась подборка масштабных артов. Не думается, подписчики меня балуют какими-то грандиозными детализированными рисунками. Вот с левой стороны нарисовали меня, а справа огромное количество моих персонажей с ютуб рубрики Арт Абсурд. Это восторг. Кто-нибудь, отсыпьте мне в реальной жизни такой шикарной фигуры. Хоть чу-чуточку, пожалуйста, я буду безмерно благодарна. Ммм, неплохо, эротично. Все родинки нарисовали. В который раз это напоминание, что пора бы записаться к онкологу. И да, это не шутки. Пора бы. Это неожиданно. Обычно рыжих девушек хуманизируют по каких-нибудь рыжих кошечек, рыжих лисичек. Ну, чтобы меня превратили в рыжую конопатую летучую мышь. Ну, ладно. Окей. Нежная палитра оттенков. Правильная анатомия. Цвета, цвета. Одно на ослаждение лицезреть грамотные переходы цвета. Кажется, надо записаться еще и к хирургу. Тут на пятке конкретная гангрена. И снова рисунок от подклонников рубрики Арт Абсурд. Куча пасхалок и отсылок. Вживую будет выглядеть еще круче. Календарь за 2023 год и вокруг меня сплошные куклы. Что правда, они везде. Но в этом году я пока не купила ни одной. Не тратим свои денюжки. Копим, копим. Мне что, опять делать день правок? День правок. Ноги у меня не такие. Нет, шо это такое? Надо перерисовывать мне сейчас. Тут ничего не поделать. Даже Ликве Фай не поможет. Перерисовываю. Рисуйте по правде. Я же вон. Смотрите, я же стройненькая. Слежу за собой. Ножки вон какие. Смотрите лучше на референсы. Не надо меня обижать, пожалуйста. Пожалуйста. Но ради меня. А тут я в своей любимой фиолетовой глазастой толстовке. В прекрасном исполнении. Такой некий аниме стиль. Мне нравится, как глаз на лице просвечивает через прядь волос. Шутки шутками, но нарисовано по технике отпадно. Это один из моих самых любимых фан-артов. Высший уровень. Высший. О, опять глаза. Художник изобретил меня с какой-то такой глазастой магией. И даже по композиции хорошо. Единственное, только руки идентичны от зеркаленной. Ну, камон, не ленитесь. Чудесный парный портрет. Вот штриховочка, прям как у меня в иллюстрациях. Поэтому зачет. А еще, даже если часто меня изображают эльфийкой, то тут я больше какой-то огур или тролль. Но симпатичный тролль. Спасибо. Еще магия цифровой красоты. Я замечаю, вот что довольно часто многие авторы рисуют некое колдунство с помощью глаз у меня. Но при этом я сама лично такого никогда не рисовала. Обычно глаза у меня или у моего персонажа присутствуют исключительно в качестве орнамента или какой-то вышивки. Магии никогда не было. Поэтому такая фантазия у аудитории меня впечатляет. Приятно впечатляет. О, кота милашка, нарисованная маркерами. Ушки, хвостик, чокеры. Миленько. И последний арт на сегодня. Открываем портрет в скетчбуке. Хороший поворот. Один из моих любимых рапорсов. Вот этот вот, вот так. Из-за плеча. Он такой женственный, симпатичный. Всем огромное спасибо за ваши чудесные рисунки. Это уже пятый выпуск фан-артов на канале. Жесть. Если же вы вдруг тоже хотите поделиться своим рисунком, то присылайте свои фан-арты ко мне в официальный паблик ВКонтакте. Там есть отдельный специальный альбом и посты на стене. И еще можно отправить свой рисуночек в мой телеграм-канал, тоже в отдельный специальный закрепленный пост. Буду с нетерпением ждать все ваши рисунки. Еще раз всем огромное спасибо за эту красоту. С вами была Кристина Каспи, блогер иллюстратор. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok